Здравствуйте! Я Исмаилов Астан Ибрагимович, доцент кафедры электрическая энергия и эксплуатации насосных станций. Сегодня мы с вами продолжим лекционные занятия по электротехнике. Сегодняшняя новая тема называется «Электроприводы и аппаратура управления и защиты силовых и вспомогательных цепей». А также на доске приведен план настоящей лекции, и он состоит из четырех пунктов. Первый пункт – это общие сведения об электроприводах, второе – классификация электроприводов, третье – развитие электропривода и его значение в народном хозяйстве, и четвертое – механические характеристики электроприводов. Необходимо отметить, что электрический привод – самый распространенный вид применения электрический и в сельском хозяйстве, и в животноводстве. Потому что многие технологические процессы осуществляются машинами и механизмами, которые потребляют электрическую энергию. И электрическая энергия определяет качество выпускаемой продукции, производительность этих машин. И, конечно, в конечном итоге себестоимость переработки продуктов животноводства, в том числе и сельскохозяйственного производства. Давайте сначала мы с вами выясним, что такое электропривод. Из чего состоит он? Что за устройство? Электропривод – это машинное устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическую. И электропривод состоит из электродвигателя, передаточного устройства и рабочей машины. Электропривод обеспечивает управление преобразованной механической энергией. В некоторые типы электроприводов входят еще преобразовательные устройства, выпрямители, преобразователи, частоты, инверторы и так далее. Это уже сложный электропривод. Конечно, электроприводы тоже классифицируются. Первая классификация – это групповой, по-другому называется трансмиссионным электроприводом. Потом одиночные и многодвигательные электроприводы. При групповом электроприводе с помощью одного двигателя приводится в движение нескольких рабочих машин. При этом между электродвигательными и рабочими механизмами существует передача. Этот вид групповой электропривода хорошо распространялся в начале развития электропривода. Это относится к концу 19 века и начала 20 века. Из-за некоторых трудностей, громоздкости и низких коэффициентов полезного действия такие электроприводы в настоящее время редко встречаются. И они используются только по необходимости. Второй вид электропривода – это одиночный электропривод. Одиночные электроприводы бывают простым и индивидуально одиночным. При одиночном электроприводе каждая рабочая машина приводится в движение от отдельного своего электродвигателя. При простом одиночном электроприводе между электродвигателем и рабочим органом существует еще передача. При индивидуально одиночном электроприводе эти устройства отсутствуют. То есть рабочий орган, рабочая машина сливается к валам электродвигателя. Это приводит к тому, что уменьшается вес, получается удобство управления установкой и получается высокий капитал данной установки. Есть еще многодивительный электропривод. Здесь уже по-другому. Здесь этот электропривод такой электропривод, при котором каждый рабочий орган, сложная рабочая машина приводится от отдельного своего двигателя. При этом при использовании многодивительного электропривода возникает возможность регулировать частоту вращения каждого рабочего органа и найти оптимального режима работы каждого рабочего органа. И при этом сокращаются элементы электропривода, облегчается вес и, конечно, увеличивается коэффициент полезного действия. В настоящее время электроприводы могут быть классифицированы по ряду признаков, по условиям применения. Есть стационарные и передвижные. Между прочим, можно сказать, что многие оборудования машины животноводства в основном стационарные. Есть, конечно, еще передвижные. Это, конечно, используется на транспортных механизмах. И по способу управления они бывают автоматизированные, частично автоматизированные и неавтоматизированные. По числу скоростей односкоростные и бывают многоскоростные. По роду использовали эти скены постоянного тока, однофазным и трехфазным током. Вот стационарные электроприводы выпускаются на заводе вместе с приводом рабочих органов. Передвижные электроприводы выпускаются на заводе для использования их установка на разных местах. Автоматизированные электроприводы выпускаются на заводах с автоматическими комплексными установками. А теперь развитие электропривода и его значения в аналоговом хозяйстве. Развитие электропривода и разнообразие его типов во многом способствует следующему применению электропривода перед другими видами приводов. Быстрый и простой пуск электродвигателя, благодаря которому легко осуществуют частые пуски и остановки машин. Возможность точного учета расхода энергии на отдельные производственные операции, что позволяет оценивать их сравнительно влияние этой составляющей на стоимость продукции, а также сравнивать между собой рабочие машины различных типов. Способность электродвигателя выдерживает значительные перегрузки. Электродвигатели могут работать в погруженную воду, в безвоздушном производстве и в прочих условиях среди, где другие двигатели работать не могут. То есть они не рекомендованы. Как известно, электрические двигатели имеют более длительный срок службы. У электродвигателей меньшие габариты и металлоемку. Простые в обслуживании и надежные в эксплуатации. При электроприводе легче осуществует автоматизация работы отдельных машин, так и всего производственного процесса в целом. Возможность использования электрической машины как в двигательном и тормозном режиме, то есть в генераторном режиме. Иногда электрический двигатель, работающий в двигательном режиме, переходит в генераторный режим, что способствует экономию электрической энергии. Это часто наблюдается на транспортных машинах. Товарищи, теперь механические электрические электрические электрические. Зачем они нужны, механические электрические электроприводы? Они нужны для того, чтобы правильно выбрать электропривод для рабочих механизмов. Для этого нужно будет механическую характеристику и рабочей машины, и электродвигателя. А потом их нужно будет сопоставлять и найти общее согласие. Что такое механическая характеристика? Механическая характеристика – это зависимость частоты вращения привода, то есть электродвигателя, от его момента. То есть момент и частота вращения зависят друг от друга. Изменение момента на валу двигателя может привести к изменению скорости вращения электродвигателя. На этом рисунке приведены механические характеристики электроприводов. Здесь первая характеристика – сверхронного двигателя, двигателя параллельного возбуждения, двигателя последовательного возбуждения и асферронного двигателя. Их сопоставляют механической характеристикой рабочих машин и определяют соответствующую мощность электродвигателя к этой рабочей машине, что способствует работе всей системы с высокими технико-экономическими показателями. Вот, пожалуйста, здесь приведены механические характеристики рабочих машин. Вот здесь момент зависит от ААМ ноликового, и вот здесь момент рабочей машины, здесь момент холостого хода и частоты вращения. Здесь номинальная частота вращения и здесь частота вращения механизма. Вот существует в настоящее время четыре механические характеристики рабочих машин, с которыми мы должны ознакомиться и учитывать при расчете мощности электродвигателя. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, передавайте.